Всем привет, друзья! Меня зовут Юлия, я веду парфюмерные мастер-классы в эсбуке. И сегодня я хочу вас познакомить с, пожалуй, самым гармоничным брендом. Он так и называется, The Harmonist. И коллекция ароматов представлена 10 ароматами, которые созданы на основе фэншуй. Они делятся на и, и янь, на черные и белые. Я же познакомилась с этим брендом в 2018 году, когда был выпущен 11 аромат, и он называется и трансформация. The Harmonist – это нишевая парфюмерия. Вот такой прекрасный флакон. Очень удобно держать его в руке. Однажды, взяв подобный флакон в ладонь, вы не захотите с ним расставаться. Как я познакомилась с этим ароматом? Когда я пришла в Каннах, в магазины нишевой парфюмерии и попросила мне что-нибудь новое, что-нибудь с орхидеями, мне представили именно этот аромат. Но давайте все по порядку. Гармония – путь к красоте. Бренд The Harmonist был создан Лолой Каримовой-Теляевой, младшей дочкой президента Узбекистана в 2013 году, и объединяет в себе пять стихий. Последний аромат, одиннадцатый, называется «Интрансформация». Все ароматы были созданы французским парфюмером Гионом Флавини, и большое количество европейских звезд уже являются поклонниками этого модного парфюма нишевого. Последний аромат «Интрансформация» имеет очень красивый ролик. Давайте его посмотрим. Субтитры создавал DimaTorzok «Интрансформация» Итак, коллекция представлена белыми и черными ароматами «Инь» и «Янь», которые взаимодополняют друг друга. Идея бренда заключается в том, что каждый аромат вам подбирается индивидуально, согласно нумерологии. Для того, чтобы понять, какой аромат подходит именно вам, необходимо зайти на сайт theharmonist.com и ввести данные вашего рождения, включая время, когда вы родились. И когда я сделала подобное, маркетологи бренда Theharmonist прислали мне описание, какой аромат дополнит меня до гармоничного состояния. Это оказался гипнотический огонь. Давайте посмотрим, действительно ли угадали маркетологи с моими вкусами. Ведь это сделать достаточно сложно. Окей, что такое гипнотический огонь? «Я родилась в мае, и я знак земли». Считают маркетологи Theharmonist, что мне для гармонии не хватает огня. Этот аромат состоит из розового перца, гвоздики, розы, пачули, пралине, ванили, абаконукса и бензоина. Это восточный аромат или ориентальный аромат. Такие ароматы я люблю. Давайте послушаем, как он звучит на моей руке. Это достаточно сладкий аромат. Раскрывается он яркой-яркой ванилью с пралине. При этом розы я здесь ярко не слышу. Тем более, что розы я люблю не очень. При этом я люблю пачули и древесный аккорд я здесь улавливаю достаточно активно. Здесь ваниль и бензоин. А эти ноты я очень люблю. Плюс, конечно же, мускус, сексуальный настрой, яркий. Такой аромат я бы носила на вечер или днем, когда прохладная погода. Сейчас он прекрасен для каких-то выходов на вечер. Ну, что могу сказать. Нумерология бренда Harmonist не подвела. Мне действительно нравится этот аромат. Что еще представлено в коллекции? Metal Flower. Интересный аромат. Представлен эльдегидами, черной смородиной, цветами розы болгарской и майской. И ланг-лангом. Очень феминан, очень сексуальный аромат. А базовые ноты представлены пачулями и белым мускусом. Этот аромат также должен мне понравиться. Потому что я люблю пачули. И я люблю черную смородину, конечно же. Посмотрим. Это свежий цветочный аромат. Притом здесь нельзя сказать, что я слышу активно розы. Я слышу цветы. Они достаточно нежные и приятные. Этот аромат я бы рекомендовала для использования в офис, летом. Он никого не будет смущать. Он достаточно деликатный. Давайте посмотрим на белую коллекцию. Например, Матрикс Металл. Все, что касается металла, это, как правило, будут альдегиды. Альдегиды летом особенно хороши, на мой вкус. Хотя многие любят носить их зимой. Этот аромат про древесные аккорды. Про древесину. Здесь, опять-таки, слышны альдегиды. То есть, начальная свежесть. Очень деликатный, приятный, каждодневный аромат. Также белая коллекция представлена в Secret Water. Это будет аромат про свежесть. Golden Wood. Аромат про дерево. Desire Earth. Ну и, конечно, я хочу рассказать про тот аромат, который есть у меня. The Harmonist и Интрансформация. Аромат немного сладкий, но при этом не гурманский. Аромат цветочный. Аромат с орхидеями. Аромат пудровый, очень комфортный, молочно-пудровый, ирисовый аромат. С небольшим количеством легких древесных нот. Очень красивый аромат. Невозможно с ним расстаться, особенно с флаконом. Он очень удобно лежит в руке. И еще этот флакон удобен для тех, кто любит делать отливанты, так как здесь раскручивающийся спрей. На каждом флаконе нарисована стихия, к которой он относится. Так как Интрансформация это объединяющий аромат, то здесь просто логотип. Очень рекомендую послушать эти ароматы. Они действительно интересные. Приходите к нам в эсбуке, в студию. Вы сможете с ними познакомиться у нас. И, конечно же, вы сможете создать собственные ароматы для себя и для дома. Всех приглашаем. Всех до встречи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok